Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся на его. Вот сейчас очень важная в мысли будет. Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Нельзя нарочно заблуждаться. Вот каждый человек, который делает глупости, он это делает по убеждениям. А почему он так убежден? Потому что у него нет знаний. Каждый человек действует в соответствии с своим пониманием. Когда человек делает какую-то глупость, он это делает не нарочно. Он это делает потому, что он так понял свою жизнь. И он на себя берет этот поступок. Поэтому не надо гневаться, это не поможет ни тебе, ни ему. Конечно, гнев возникает, потому что больно. Допустим, муж бросает жену. Я знаю даже философски настроенных людей, которые обладают большим знанием. И все равно люди влюбляются, бросают близких людей. Есть разные случаи, когда люди не могут быть вместе. Но бывает так, что люди любят друг друга, живут вместе, и они счастливы. Но другая любовь ломает эту жизнь совместно. Красивая и смелая, дорогу перешла, терешни скоростелую, любовь ее была. Понятно, да, о чем я говорю? Вот как сердиться на этого человека? Ну, человек разломал свою жизнь. Потом горючими слезами плачет. У нас все было хорошо. Зачем я ушел, да? Зачем я это сделал? Потому что чувства человека не контролируются разумом, когда они очень сильны. И это, говорится, даже маленькое чувство, небольшое, оно может увести судьбу человека далеко-далеко от истины. Маленькое чувство. И поэтому какой смысл гневаться друг на друга? Мы находимся под влиянием судьбы всем. Мы должны по факту, наоборот, друг другу помогать. Вот у меня несколько ситуаций в жизни было, которые меня сломали совсем. И в это время мои друзья, которые по факту, даже многие младшие, то есть не старшие, а младшие для меня, они в это время меня психически отхаживали, помогали мне. И в этих ситуациях очень четко проявляется, кто тебе друг, а кто не друг. Когда люди на самом деле не друзья, они видят твою слабость и до свидания, привет. А когда друг, он видит слабость и остается рядом. Это означает дружба настоящая. Друг беде не просит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Ну то есть, я вот это на своей жизни проверил. Когда у меня были тяжелые события, друзья оставались рядом всегда. Все остальные убегали. Поэтому не надо гневаться. Нарочно человек не заблуждается. Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затмился. Никто не может этого хотеть. Ни один человек. Заблуждающийся – это тот, кто искренне принимает ложь за истину. Вот и все. Но интересно, Эпикет пишет дальше. Но бывает и так, что люди не заблуждаются, а нарочно не принимают истины, даже и тогда, когда она раскрыта перед ними в полной очевидности. Они не принимают ее не потому, что не могут донять ее, а потому, что она их обличает за их злые дела. она их обличает за их злые дела и отнимает у них силу принять правду. Понимаете, ложь, злой поступок отнимает силу. Нет силы очень больно принять правду. Сильно плохой поступок совершил. И в результате у них возникает оправдание своих пороков. Эти люди также заслуживают не гнева, а сострадания, ибо их совесть больна. Ну, то есть, не совесть больна, а они больны в отношениях со своей совестью. Это бывает при совершении какого-то сильного чрезвычайного поступка. Когда человек совершает серьезный какой-то поступок, то иногда признаться в себе, что это так, очень трудно. Например, я заметил, что когда люди бросают, как кого-то в жизни бросают родственников, они по факту этого не осознают до конца. Они говорят, мы расстались. А когда их бросают, они говорят, меня бросили. Чувствуете разницу? Мы расстались, меня бросили. Мы расстались означает, я не виноват, а меня бросили, он виноват означает. Ну, то есть, это естественно для человека вот таким быть. И поэтому не надо человека обвинять за его вот эти слабости человеческие. Нет смысла. Если хочешь помочь, помоги. Помощь может произойти, если ты сам станешь сильнее. Как понять, что ты сильнее этого поступка? У кого ответ есть? А? Не обижаешься? Да, то есть, ты сильнее этого поступка, означает, ты простил этому человеку. Ты простил, значит, ты уже сильнее. И раз ты сильнее, ты можешь помочь. Спасибо вам большое. Наверное, преподаватель? Нет? У вас такой взгляд, что вы можете тоже давать знания. Не тоже, а вы можете, а я, наверное, пока не очень. Тоже вырвался. Такой знающий. Талмуд. Дети мои, если кто-то нанесет вам обиду словом, то не придавайте этому слишком большого значения. А смотрите, старайтесь посмотреть на это как на мелочь. Не так-то просто это сделать. Если же у вас вырвалось оскорбительное слово о другом, не вступайте в сделку со своей совестью, говоря себе, что же я такое сказал, ведь это же мелочь, что за важность. Нет, не рассуждайте так, а смотрите на то, на свое слово, как на дело великой важности, пока нам собственными мольбами или посредством друзей не удастся склонить обиженного к полному извинению и совершенному примирению. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что есть два способа поведения, обычные для людей. Первое. Мы, естественно, обижаем других и не придаем этому большого значения. И второе. Мы очень сильно реагируем на обиду в свой адрес и придаем этому очень большого значения. И что нужно делать? Надо делать прямо наоборот. Надо прилагать огромные усилия, чтобы не обижать других, огромные усилия в своем сердце прилагать. И наоборот, огромные усилия прилагать, чтобы простить того, кто тебя обидел. В этом заключается правильное поведение человека, которое приводит ему удачу, удачу ему в жизни несет. Я, знаете, заметил такие вещи в своей жизни, что самые ценные люди для меня оставались рядом со мной через экзамен всегда. Вот если ты экзамен сдал, получи этого человека. Не сдал, до свидания. Я, когда только начинал работать над собой, у меня были единомышленники, 9 человек. И я для себя расписал, кто из них останется со мной дольше и кто из них для меня ценнее. Знаете, иронии судьбы, вот ровно наоборот все произошло. Того, кого я считал, что он останется дольше, он раньше всех от меня уходил. И самые ценные для меня вообще меня предали. А те, которых я ценил меньше всего, они безропотно рядом со мной были, кажется, такие невзначенькие. Они остались и до сих пор. И до сих пор помогают. Понимаете, очень трудно понять, кто рядом с тобой находится. Очень трудно. Это реально недостижимая для нас вещь. И только сданный экзамен, уважение к человеку, теплота и забота дают возможность оценить его по-настоящему. Но человек может при этом проявляться сразу не так, как тебе хочется. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу поймешь. «Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь». Вот это об этом говорится, что надо разобраться, надо поизучать, пообщаться надо. И со временем все понятно станет. Марк Аврелий, ученик Эпиктита. «Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-нибудь отвратительным недугом? Чем он виноват, что его соседство тебе противно?» Ну, допустим, человек болен. Есть такие признаки, самый первый признак тяжелого заболевания, знаете какой? Когда от человека плохо пахнет. Вот жена часто нюхает мужа, думает, опа, чем-то запахло плохим. Значит, надо его обследовать. Значит, у него там болезнь какая-то развивается в теле. Она запахом выдает себя сначала. И по факту плохо пахнет означает, что нужны силы. Потому что нам трудно быть человеком рядом, от которого плохо пахнет. Это значит, что нужно отдавать ему силы, чтобы от него пахло хорошо. Плохо пахнет означает, что не хватает энергии, не хватает сил. Человек болен. Когда человек очень тяжело болен, то от него так отвратительно пахнет, что невозможно рядом находиться. По факту пожилые люди делятся на две категории. Одна из них от них нормально пахнет, а вторая от них плохо пахнет. Когда от пожилых людей плохо пахнет, значит, им нужна помощь больше. Они больны. Часто люди не хотят жить, находиться рядом с теми, от кого плохо пахнет. Вот об этом сейчас говорит Аврелий. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-то отвратительным недугом? Чем он виноват, если его соседство тебе противно? Точно так же относись и к нравственным недугам. Есть болезни разума. Болезни разума. Злая привычка атаковала сердце человека. Это болезнь разума. Ему надо помочь. Я растоплю кусочек льда, сердцем своим горячим. Надо растопить это, понимаете? Победить этот недуг силой своей, любви. Победить. Да? Да, правильно вы говорите. Есть разный уровень близости. Если ты не можешь переварить судьбу близкого человека, ты реально срываешься. Отдаляйся чуть-чуть и помогай на расстоянии. Но не бросай. На расстоянии есть разные понятия расстояния. Допустим, не заниматься сексом – это уже расстояние. Олег Геннадьевич, пожалуйста, сделайте объявление. Просим заполнить анкеты, которые вы получили на входе. Заполненные анкеты можно будет отдавать на выходе. Организаторам принести завтра на лекции. Вам будут по этим анкетам объявлять, когда будет следующая лекция. Вот анкетка такая. Будут вас с днём рождения поздравлять. Ваш день рождения написано. Ну вот такая вот. Это очень важно знать, что недуг человека дан тебе по судьбе. Нравственный недуг. Ты можешь его победить своей силой внутренней. Смотрите, первый этап – принятие человека. Надо его простить. Это делается на той дистанции, на которой тебе комфортно. Не можете рядом находиться, отдалитесь чуть-чуть и начните молитву. Приближайтесь в сердце к человеку. Примите его в своём сердце. Переварите его недуг. Потом дальше делайте шаг навстречу к нему. Общайтесь с ним, как будто ничего не происходит. Всё нормально. Второй этап. Запомнили? Начать устанавливать отношения. Говорить о чём? О том, о чём не больно. О погоде, допустим. О том, как мы встретились. О том, о чём не больно говорить. О малозначащих вещах, говорит человек. Поддерживая любовь в отношениях. Не обращать внимания на его глупость, грубость, подлость и так далее. Переваривать всё это. Следующий этап. Когда человек начинает тебя за это уважать, а уважение и благодарность в сердце не закроешь. Хоть какой человек, хоть пинчуга, хоть демонюга, какой угодно. Благодарность из сердца никто вырвать не может. Понимаете? Благодарность начинает жить в сердце. И благодарность открывает ушки. Внимательно слушайте, что дальше будет. Да, человек благодарен, ему придётся слушать. Слушать. А ушки связаны с разумом. Разум связан с судьбой человека. Если человек слышит то, что ему говорят, а можно слышать только то, что говорится с любовью. Ни грубость, ни злоба, ни чувство правды, я сейчас вам правду скажу, не открывает ушки. Ушки открывает только любовь. Есть такая песня на хинде. Один возвышенный человек поёт. Поёт. Камликои. Камликои. Такой припев. Только через любовь. Только через любовь. Мы в жизни всего можем достигнуть. Только через любовь. Только через любовь. Только через любовь. И третий этап – это воспитание. Только третий этап – это воспитание. То же самое касается детей. Допустим, детей. Сначала надо принять ребёнка. Вот он у меня такой вот. Вот такой вот. Потом дальше установить с ним контакт. Ну, он, допустим, не входит в школу, там попивает пиво, курит, там, и ведёт себя безобразно. Надо его принять таким, какой он есть. Первый этап. Второй этап – начать с ним общаться. О чём общаться? Не о том, чтобы вместе выпить, понимаете? А общаться о других вещах. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Да? Ну разве мы, ну что же мы, случайные, плохожие, Пускай немного разные, Но в общем-то похожие. Обиды перемелятся, Случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, Давай оставим главное. Главное означает вот эти вот отношения, любовь. Понимаете? И второй этап – это общение. На его языке. То, что он может понять хорошего, о том и говорить. А третий этап – это уже воспитание. Когда человек благодарен, у него ушки открыты, надо ему сказать, Сыночек, давай с тобой вечером посмотрим вот этот фильм. Ты завтра поиграешь в свою компьютерную игру. Вот это вот. Бегаем, не догоним. Вот. Понятно, что никогда не догоним, и будем бегать всё время там. Сынок, вот я, я же тебя люблю. Давай с тобой сегодня посмотрим вот этот фильм. Ради меня. Хотя бы пять минут со мной посиди, посмотри. Понимаете, фильм, допустим, какой-то хороший остров там, допустим. Мы всей семьёй садимся, смотрим. Потому что вечернее время в семье предназначено для любви. Утро предназначено для молитвы, день для труда, а вечер для отношений в семье предназначен. Надо вечером уделять время своим близким, воспитывать их. Воспитывать как лучше всего? Не напрямую близких воспитывать, а с помощью чего-то. Вот, допустим, вы хотите помочь своим близким, не надо им говорить ничего. Дайте им лекцию послушать, посмотрите вместе фильм, там ещё что-то. Не надо напрямую им говорить об их недостатках. Это неправильно. Понятна система? Три этапа происходят для помощи человеку. Три этапа. Воспитание. Третий этап только. Первый этап в сердце переварить, второй начать общение, третий потом воспитывать ненавязчиво. А потом, когда между вами сильные чувства возникают и глубокие отношения, можно прямо в лицо правду говорить. И это будет переварено близким человеком. Но это очень высокий уровень отношений. Да? Ну да. Кому? Кому относиться негатив? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, в вашем теле. Вас обидели? Обидели от чувствований. Знаете, я вам одну вещь скажу. Знаете, почему вас обидели? У вас нет правильного общения в жизни. или не хватает правильного общения? Вот если мне, допустим, кто-то скажет про мою жену, про меня что-то плохое, сильно плохое, я не буду реагировать. Знаете, почему? Потому что меня окружают чистые, светлые люди, которым я верю. Я могу задуматься над тем, что сказано, сделать, переварить это, исправиться, если это правда. Но иногда люди говорят со злобой. Со злобой. И эта злоба, она не относится к нам в жизни. Эта злоба означает неправильный круг общения и все. Я вот не хочу свое сердце отдавать злым людям. Понимаете? У меня есть кому сказать мне правду. Есть люди, которые могут мне сказать правду. Я очень ценю это общение. Но если злой человек со злобой мне скажет ту же самую правду, я тоже приму. Но я не буду близко к сердцу принимать этого человека, потому что это не полная правда. Правда это то, что сказано без злобы. Если ты хочешь знать, что такое правда, там нет злобы. В злобе нет правды. Понимаете? Это часть правды всего. Часть. Но не полная. Ваша ошибка заключается в том, что вы сильно среагировали на это. Понимаете или нет? Вот это и есть сильная реакция. Но если бы у вас был наставник, человек возвышенный, то вы как бы прибежали бы к нему, все рассказали бы, и он бы вас успокоил, и все, на этом все бы закончилось. В сердце глубоко бы это все не полезло. Почему в сердце полезло? Потому что вы придаете очень большое значение словам неразумного человека. Зачем вам это придавать, это большое значение? вы очень хороший человек. Вот это правда, то, что я сейчас говорю. У меня есть доказательства. Хотите, я вам приведу эти доказательства? Зачем при всех? Вот это первый признак вашей скромности. название. И так много хороших качеств у вас есть. Зачем обращать внимание на тех, кто не видит эти хорошие качества? Зачем так сильно придавать значение отношениям с этими людьми? Простите. А? Вот в этом ваша проблема. Вы сейчас приписываете человеку то, чего у него нет. Зачем? Допустим, если у тебя есть старший, отец, мать, родственник какой-то, но он, допустим, сделал глупость, любовь к нему означает не обратить на это сильно большое внимание. Не приписывать. Мы часто от людей ждем то, чего от них дождаться нельзя. Это тоже жестокость. Понимаете, ну зачем? Вы приписываете человеку больше, чем у него есть. Зачем? Лучше смотрите на него позитивно, лучше смотрите на его хорошие черты характера, и вы тогда увидите его настоящим. То, что у него есть, тому и радуйтесь. А то, чего нет у него, зачем этому радоваться или печалиться? Если человек не понимает чего-то, это значит всего лишь, что он не понимает. Если вы ожидаете от него большего, это иллюзия, это ваши проблемы. Найдите себе настоящих старших, которых можно ожидать. Ваше сердце будет дышать и радоваться этим отношениям. Близкие отношения надо устанавливать с чистыми и возвышенными людьми. Со всеми остальными мы не можем устанавливать близкие отношения, мы можем просто выполнять перед ними свой долг, и когда они благодарны чуть-чуть нам за это, надо радоваться. Что в них проснулась благодарность, надо радоваться. Но близкие отношения только с возвышенными людьми. Возвышенные люди могут друг с другом близкие отношения устанавливать, но простые люди не могут, потому что в сердцах у всех нас сидит камень. Не только у тех, кто вас обидел, но также и у вас камень сидит в сердце. И это нормально, это не то, что плохо, у меня тоже камень в сердце сидит. Удивились? Я разок молился и просил Господу показать свое сердце. Я увидел, знаете, такой вот комочек, такой вот наполненный желанием наслаждаться в жизни, такой противный вонючий комочек, который сидит у меня в душе вот здесь. Желание наслаждаться, желание славы очень много, чтобы холопали. Ура! Хорошая лекция! Так у меня там в сердце сидит, понимаете? Вонючая такая, штука такая, воняет сильно. И по милости старшего я должен победить это в своей жизни. Это мы такие вот. Мы не мягкие, пушистые, а скользкие, вонючие. Но делаем вид, что мы мягкие, пушистые пока. Вот так, по факту. И когда мы увидим у других проявления, то нас это сильно удивляет. Мы думаем, господи, что же такое проявилось у близкого человека? А мы такие же. Вот в чем проблема. Смотрите, три категории людей есть. Невежественные люди вообще не считают, что у них есть недостатки. Они считают, что они вообще просто нет недостатков вообще никаких. Это невежество. Слабо развитая жизнь в человеческом теле. Страстные люди видят свои недостатки только тогда, когда припирают. Допустим, пора, надо садиться в тюрьму, если не скажешь, значит, дадут срок. Раз припёрло, сказал искренне о своих недостатках. Раскаялся. Благостные люди начинают потихоньку видеть свои недостатки. В Бхагавадгите есть такие две главы божественные и демонические натуры. И божественные натуры перечисляются качеством божественных людей, направленных к Богу, а демонические натуры объясняются качеством людей, которые против Бога в своём сердце стоят. Хотя, может быть, сами об этом и не знают. И я много раз видел одну и ту же картину. Человек читает божественную натур и говорит, «О, это про меня!» Потом читает демонические натуры «О, это про моего мужа!» Проходит время, человек начинает работать над собой и потом противоположная ситуация возникает. Он читает демонические натуры и говорит, «О, это про меня!» Потом читает божественные и говорит, «Вот я много вот этого в своём мужа начала замечать!» Понимаете, всё наоборот. Человек в страсти, он видит себя лучше других, человек в благости видит других лучше себя. Но вы не представляете, как видит мир человек, который обладает святостью. Он видит в себе только лишь одни недостатки, а в других хочет, видит и видит только хорошее. Так нацелен человек в святости. И вот эта психология типа «Уважай себя и ты будешь счастлив». Уважать себя может только тот, кто видит правду в себе. Это будет настоящее уважение. Если ты сам себя обманываешь, это не уважение к себе. Уважение к себе настоящее чувство радости по отношению к себе. Возникает, что если ты сам с собой разобрался, вот тогда ты себя будешь уважать. Но если ты не видишь правду по отношению к себе, не чувствуешь её, ты всегда будешь в беспокойстве жить. Потому что правда такова, что у нас здесь много грязи, мы хорошие. В этом правда заключается. и также правда заключается в том, что другие люди имеют много чистоты и надо это учиться видеть. В этом тоже правда. И мы должны к этой правде очень сильно стремиться. Если не будем этого делать, жизнь и счастье никакого не будет. Согласны? А ещё вы очень верный человек. Скромный и верный. Зачем при всех? Вот такой я глупый человек при всех. Простите меня. Потому что я не обладаю такими же качествами, к сожалению. нет следующего дальше. Опять эпикет. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда бы не болело. Нет таких богатств, которые не пропали бы. Нет такой высокой власти, под которую не подкапывались бы. Всё это тленно и скоро приходящее. И человек, положивший жизнь свою, только на это всегда будет жить в беспокойстве, страхе, огорчениях и страданиях. Представляете вывод какой чёткий и однозначный. Он тогда не достигнет того, чего желает и впадёт в то самое, чего хочет избегнуть. Представляете за что поролся, на то и напоролся. Смотрите, как интересно работает всё в этом мире. Человек, который очень сильно хочет денег, попадает в бедность в результате. По факту богатый человек это тот, который способен отстраниться от денег и способен тогда их использовать в правильном сознании, потому что он трезво к ним спокойно относится, он взвешивает своё чувство по отношению к деньгам. Если человек сильно хочет денег, то он попадает в иллюзию, неправильно ими распоряжается и до свидания богатства. Девушка, которая хочет выйти замуж, она должна балансировать между своим желанием и поведением. Она должна делать прямо противоположное чувство в сердце вырабатывать. Допустим, молодой человек попался какой-то на удочку, клюнул, да, начал смотреть. Что нужно делать, чтобы он взял замуж? А? Девушки знают. Что нужно делать? Не, не противиться. Зачем противиться? Надо противиться, надо делать вид, что тебе спокойно, ты как бы не сильно реагируешь на это. Спокойно относишься к тому, что он смотрит. можешь иногда улыбнуться, то есть немножечко наживку усилить, чтобы пошел запах от червячка. Вот. Улыбнуться и делать вид, что вообще никак не реагирует. Что дальше с ним будет происходить? Его влюбленность будет накаляться от этого. Если скажешь, можно с вами встретиться? Надо сказать ему девушке думать, можно, 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 можно. Нет, надо сказать ему, я подумаю и думать недельку. И зачем это надо? Это надо, чтобы чувство человека крепло и чтобы он всю жизнь его вспоминал потом. Видите, девушкам очень трудно это делать. Почему? Потому что хочется быстрее. видите, когда девушка молится и она живет в святости, живет в отношениях со святостью, у нее сердце сильное и она себя ставит правильно в отношениях с тем, кто о ней заботится, ухаживает. В результате он добивается ее, добивается и чувствует, что наверное я на ней женюсь. сначала он не для этого добивается, просто хочет наслаждаться. Но потом, когда он видит, что она такая непобедимая, он думает, наверное, вот эта девушка должна стать моей женой. Симона, девушка моей мечты, королева красоты. Королева означает вот такая вот девушка и которая прыгает в постель сразу. это не королева. Королева это неприступное. Видите, если ты хочешь победить судьбу, делай прямо противоположное. Он никогда не достигнет того, чего желает и впадет то самое, чего хочет избегнуть. Если девушка сильно хочет замуж, это желание сильнее ее воли, она останется одна. Человек, которого деньги, желание денег сильнее воли, он никогда не будет бизнесменом. Понимаете, если желание запомнить даже материал сильнее твоей воли, то в результате ты ничего не будешь запоминать. Ты будешь читать пять раз, и у тебя не будет все вылетать. Надо успокоить ум. А успокоить можно только с помощью духовной жизни. Поэтому, когда человек о святости о чистоте думает, его сердце успокаивается, и он смотрит на судьбу уже спокойнее. Олег Геннадьевич, у меня такого больше не встретится, парня, такого никогда не встретится. Спокойно надо молиться, спокойно. Молилась, успокоилась. И ведем себя правильно. Понятна система? одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему мы всячески стараемся ослабить эту нашу естественную твердыню? Почему занимаемся всякими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, и не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? Почему мы целый день думаем только о том, чтобы заработать деньги, чтобы все эти дела вокруг себя делать? Хотя эти все дела и зависят от нашей молитвы по факту. Есть преддействие, есть действие. Когда человек при действии силой обладает, побеждает. Меня как-то познакомили с одним боксером, он много лет был чемпионом мира. Такой здоровый, двухметровый человек, такой красивый, сильный, смелый. И мы с ним начали разговаривать, и он узнал, чем я занимаюсь, и он говорит, ну, это говорит, астрология, я с этим сталкивался. Мне говорит, один астролог, у меня был бой в Америке, и мне один астролог предсказал, что ты его проиграешь. У тебя вот этот пик судьбы, кульминация судьбы. И вам тебе лучше отказаться от этого боя, от этого поединка. И он уже не мог отказаться, потому что много уже денег туда вложено было, и все это было намечено, это такое международного уровня мероприятия, он не мог такие решения принимать, он очень сильно зависел от ситуации, которой он был. И дальше интересные вещи начали происходить. Этот человек и не молится, и не знает отношения с Богом, как-то может быть сильно и близко, и не строит, но интересные вещи, он начал бой этот проигрывать в своем сердце. Он начал сражаться, сражения за много месяцев до того, как оно произошло. Понимаете, о чем я говорил? И в какой-то момент в своем сердце он одержал победу. Сначала первое, что произошло, он понял, что астролог прав, что победить очень трудно. Его сердце чувствовало, сжималось, оно чувствовало, что очень трудно, но он продолжал сражаться, он боролся до того момента, как этот поединок произошел. Он сражался, он бился, он защищал свою судьбу. И что дальше произошло? В какой-то момент он почувствовал победу до того, как началось сражение. И когда сражение произошло, произошло точно так же на грубом плане, как было на тонком. Вот точно так же все произошло и он победил. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Да? Нет, это не мечта. Мечта это, чтобы все само пришло на блюдечке. Мечта это означает я уже победил все. Я смотрю на себя и как мне вешают медаль, я стою на федестале, почета. Мечта вот этого. А сражение за свою жизнь это не мечта, это труд в душе, в сердце, серьезный труд. Понимаете? Что такое мечта? Это я когда мягкий и пушистый сразу. А труд это я скользкий и вонючий, понимаете, постепенно становлюсь мягким и пушистым в результате труда. Чувствуете разницу, нет? Немножко надо начать трудиться. Трудиться надо начать, иначе так мечта и вся жизнь пройдет. Бабочкой порыхать будем. Надо трудиться над своей жизнью. Потому что иногда такие события происходят, которые мечту просто вот так корежат. Когда не знаешь, что с ними делать, с этими событиями. А их можно было победить душевным трудом. Потому что любое событие сначала на тонком плане возникает, а потом на грубом. Я вам это говорю, потому что уже много раз в своей жизни происходило у меня. Всегда когда зловещие какие-то вещи происходят в твоей судьбе, у тебя еще есть время на молитву. Бог оставляет время еще чуть-чуть на молитву, на борьбу, чтобы победить в сердце своем. Когда в сердце пробеждаешь, это все отодвигается от тебя потом. Это удивительно видеть и знать. Это чудо, когда так происходит. Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески ослабляем эту нашу естественную твердыню? Почему занимаемся всякими вещами, которые не могут душе радости доставить? О чем угодно заботимся, но только не можем дать покой своей душе? Мы забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам навредить. И что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками происходят все страдания и вся вражда и ссоры нашей жизни. Понимаете? Поменяли ценность истинную, совесть на что-то внешнее. Марк Аврели Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что в былое время ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут мудрецы, и едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прославишь за мудреца, то тем лучше. будь доволен, если можешь теперь, прямо сейчас же начать жить так, как требует твоя совесть. Прямо сейчас. Не завтра утром, а сегодня вечером. Прямо после лекции. Я тебе сейчас говорю. Про себя. следующая тема счастья. По совести есть какие-то вопросы? Что такое совесть, как она действует? Может, что-то непонятно? Да? Бывает ситуация, когда тебе надо по совести поступить или выполнять свой долг. Как поступать? Нужен наставник. То, что вы говорите, это означает, что есть разные виды долга. Один бывает выше долг, а другой ниже. Приведу вам пример, допустим. Я вам крайний пример привожу. Бывает такая ситуация, что у правителя выбор или пощадить человека какого-то одного, и тогда пострадает целое село, допустим, или наказать его, и тогда село останется живым, но все будет хорошо. Видите, первый долг правителя это защищать каждого гражданина, но если этот гражданин виновен, допустим, и наказание его отрезвит целый населенный пункт, то тогда надо наказывать. Понимаете, есть разные уровни, разные виды поступков, которые человек должен совершать, и сам человек, особенно когда он находится под влиянием событий, не может это понять. Вот допустим, я вам сейчас это говорю, если я под влияние событий попаду, я пойду сразу к старшему советоваться с ним, потому что я сам под влиянием событий, хоть я это изучаю, не смогу понять, как правильно поступать. Понимаете, невозможно разобраться, где важнее, какой долг важнее, вот этот или этот. Невозможно, нужно разбирать ситуацию конкретную и принимать в конкретном случае конкретное решение. Вот допустим, ко мне пришла одна девушка, она беременна, и у нее ребенок без головного мозга развивается, без коры головного мозга. Это означает, что он родится психически больным, недоразвитым человеком, и ей предлагают сделать аборт, а она молится и знает, что аборт и делает вредно. Какой совет я ей должен дать? Ну, давайте. Как совесть моя должна сказать? Как моя совесть ей сказала? А? Дать жизнь ребенку и мучиться всю жизнь ей, да? Нет, ну, представьте, она должна, я ей даю совет всю жизнь страдать рядом с ребенком, который вот будет, может, вообще не разовьется никогда. Какой совет я ей дал? Я ей сказал, совет такой, пожалуйста, не спрашивайте меня об этом, я не могу вам ничего сказать об этом поле, не могу сделать правильное решение, это не в моих силах, вам придется сделать его самой или спросить у кого-то другого, кто способен правильное решение принять в этой ситуации. я не знаю, как понять, искать. Я не знаю, Может быть, вы и правы, но также грех человеку, человека обрекать на невыносимые страдания, если он к этому не готов. это факт, но я не Господь. Я не должен человека заставлять делать то, к чему он еще не готов, потому что если он был готов, она бы не спрашивала меня, если она спросила, значит, она не готова, она хочет перенести эту ответственность, которую придет самой принять в жизни на кого-то другого, потом всю жизнь она будет говорить, Олег Геннадьевич, зачем ты мне это подсоветовал. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Не во всех случаях можно сразу принять решение. Иногда бывает вот так, совесть здесь своя не сработает, еще раз повторяю, что обычные люди не способны слышать свою совесть, нужен старший, есть только развитые люди, которые способны слышать совесть, потому что они не реагируют на события, их разум невозмутим, они никогда не поддаются влиянию эмоций под влиянием события, даже если угрожает их жизнь, они всегда спокойно относятся к этому, потому что они знают, что они вечные. но я не отношусь к этой категории, вот я про себя говорю, поэтому я спрашиваю старших всегда, советы беру, спрошу, когда мне трудно, когда разум начинает вести в сторону, я начинаю спрашивать старших, что делать. Нельзя заботиться одинаково, одновременно и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, откажись от души, если хочешь убереть душу, откажись от мирских благ, иначе ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого. Сейчас объясню, как это понимать. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть, то есть оставить тело. И тогда-то, что тебе раньше казалось важным несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной, пустяковой неприятностью, о которой не стоит и беспокоится. То есть откажись. Что значит думать о душе? Это значит себя отрезвлять. Понимаете, некоторые люди берут ипотеку на 15 лет, а ты 15 лет проживешь, чтобы ипотеку на 15 лет брать? То есть ты на 15 лет отдаешь себя в рабство, тебе надо работать на этот банк, который дал тебе деньги, 15 лет своей жизни. Может быть это не стоит, это вот квартира, где ты будешь на диванчике лежать хорошо? Когда ты там лежать-то будешь на диванчике, если тебе 15 лет пахать придется? Другого выбора нет, это ошибка. Всегда есть другой выбор. Жить негде такого не бывает. Ну как не бывает? Вы же где-то живете в это время? Как не бывает? Ну нормально, я тоже так живу, ничего страшного. Видите, я не умер, ничего. через 15 лет эта квартира будет твоей. Это интересная мысль. Хорошо, давайте проведем статистику. А скажите, у кого квартира, его не стало в результате ипотеки, получилось все наоборот, здесь такие люди сидят, нет? Вот, пожалуйста, смотрите зал. Есть люди, которые пострадали от ипотеки. А есть люди, которые не пострадали, и эти люди это я. А вы выплатили? А? Что? Этот вопрос остро стоит. Остро вам отвечаю, если вопрос остро стоит, остро отвечаю. Вы можете взять взаймы денег, которые можно отдать легко и быстро, если это действительно нужно сейчас. Обычно это редко встречается в жизни человека, что ему надо занимать срочно деньги. Редко, но иногда бывает. И когда человек их легко может отдать за короткое время, можно брать взаймы. Сколько вам надо будет выплачивать в месяц? 15 тысяч рублей. А как вы думаете, может так случиться в вашей жизни, что и вы, и ваш муж не смогут работать? И как вы будете выплачивать? Вы не хотите ее брать, а что хотите тогда? Где жить? Вы сейчас на улице живете? Который надо съезжать, но съедите в другую квартиру. Но я так живу, у меня нет своей квартиры, я живу просто съемным. и меня выгнали вот недавно с квартиры. Меня выгнали с квартиры и я переехал в дом, сдавал один дагестанец. А так как у меня у жены очень чувствительные ушки, она хочет жить так, чтобы не было никаких звуков. Она очень сильно страдает от звуков. Но дагестанец сказал, хоть у нас есть комната сверху, мы туда не будем приезжать, живите спокойно здесь, в нашей доме, я вам даю, и через неделю они туда приехали. У нас так получилось, понимаешь, что делать, и начали там потолок очень тонкий, начали топать, стучать, бегать, и нам пришлось ехать с этой квартиры, Бог дал другое место. Ничего нормально, живем, какие проблемы. Вот ваше тело, в котором вы живете, это тоже квартира, и вам с нее тоже придется съехать, потому что эту квартиру вы взяли в аренду, но вам кажется, что вы не вечно будете жить, в этом заключается иллюзия. Поэтому не беспокойтесь, спокойно живите, я вам точно могу сказать, что все будет хорошо с вашим жильем. Если вы возьмете ипотеку, будете хлебать несолоно. Если не возьмете ипотеку, то я вижу по вашей судьбе, через пять лет у вас будет свое жилье. А сейчас я для вашего удовлетворения приведу вам статистику. Смотрите, поднимите руку сейчас в зале те, сейчас пока не поднимать, послушайте меня, поднимите руку в зале те, люди поднимают уже сразу. Поднимите руку те, кто получил жилье, смотрите, внимательно слушайте меня, просто по судьбе, вот пришло время и пришло жилье, само собой как-то, погодите, не поднимайте, я все объясню сначала, само собой пришло без чрезмерных усилий, мы попу не надрывали, просто жили спокойно, откладывали раз, и по судьбе просто само собой пришло жилье, поднимите руку, смотрите в зал, теперь поднимите руку, кто из вас через ипотеку или через чрезмерные усилия, через того, что трудился очень тяжело и смог получить жилье, поднимите руку, смотрите в зал, чувствуете разницу, нет? Вы поняли, что не надо попу рвать, что все приходит по судьбе само собой, статистика как бы вам показала, в 10 раз больше людей получили просто по судьбе само собой жилье, когда пришло время. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну вы как бы с лекции деньги получаете, чего же вы не можете себе купить квартиру? Знаете, я вам честно скажу, потому что мне хочется, чтобы эти деньги пошли на что-то важное. Я не вижу, что мое жилье является чем-то сильно важным для меня. Когда я увижу что-то ценное в своей жизни на эти деньги происходит, мое сердце тысячу раз больше радуется, чем если бы я вложил в свое жилье и ходил как тарантул в этой квартире. Понимаете? Спасибо вам за вашу искренность. Тема больная, хочется жить получше, но искусственно это не достигается. Приходит время и Бог дает возможности. Вот знаете как мне Бог дал? Когда у меня была сумма чтобы построить себе дом, у меня был выбор или вложить в благое дело эти деньги или строиться. Я поскрепил зубами, у меня была мечта всегда дом все построить. Поскрепил зубами и вложил в благое дело. Знаете, что дальше произошло? Я вам сейчас по секрету скажу. Только для вас. Все остальные уши затыкать. А дальше произошло следующее. В моем сердце Господь так сильно обрадовался, что у меня пропало желание думать о своем жилье. Просто пропало. Мне хорошо там, где я живу. И знаете, что дальше Господь начал делать со мной удивительные вещи? Он начал посылать таких хозяев, которые говорят, живите у меня пожалуйста, никуда не съезжайте. Ну за исключением вот этого хорошего человека. Но это было всего два месяца где-то и все. Остальное время посылать таких людей, которые говорят, живите у нас пожалуйста, мы вас так людям, так хотим, чтобы вы были у нас. Живите, пожалуйста, оставайтесь здесь. Понимаете, с любовью, с радостью люди такие, Бог таких людей начал давать. мы там, как знаете, как гнездышки попадаем в это жилье с женой и так хорошо там жить в этом месте, где люди с любовью тебе дают возможность пожить. Понимаете, вот так Бог может заботиться о человеке, если он ему что-то отдал в своей жизни. Вы для Бога что-то отдали? Надо что-то иметь, Сейчас я вам то, что объяснил, мои хорошие. Смотрите, все очень просто. Ничего, что я так назвал вашу жену? Все нормально? Я как отец. Итак, смотрите, все очень просто. Вы просто Богу помолитесь. Ему ведь не нужны ваши деньги, нужно сердце просто. Надо просто помолиться Богу. и вы тогда получите в тысячу раз больше от него. Но когда придет время, то он сам решит. Вы ему условия не ставьте, я помолилась, как бы деньги заплачены, где услуги. Вы просто помолитесь и все. Просто так. И вы увидите, что вы под Богом начнете жить. Под Богом жить означает, пропадет вот это жгучее чувство. Нужно свое жилье, нужно свое жилье. Это знаете, как в туалет бежишь и не можешь прибежать никак. Потому что до туалета 15 лет. И это не выход вот такой вот. 15 лет ждать, понимаете? Да пока конечно. Это сложно. Лучше помолитесь Богу, Он вас отпустит. У вас сердце спокойно станет. И вы будете опа, я живу не в своем жилье, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и никому 15 лет не прочу. Па-па-па, ра-па-па-па. Бог вам такое чувствовать, и вы будете счастливы, что вы смогли на эту кабалу себя не запрягать, а просто жить и нормально в чужом жилье, без всяких проблем. Не понимаете, о чем я говорю? А? Вот я сейчас объясню, кому-то платить. Вы просто скажите этому человеку, которому платите за жилье, скажите, спасибо вам за то, что вы нам дали возможность здесь пожить. Вот вам денежка за это. Спасибо, мы вам очень благодарны. И он вам скажет, живите у меня тут, я вам ста крат. И благословит вас таким образом. И вы там будете ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, вам будет хорошо, потому что вам отдаст Бог вот это за вашу щедрость. Не за скупость, а за щедрость вам отдаст, подарит вам вот это чувство радости жить в чужом месте. Люди думают, что они реально приобретают жилье. Человек не может приобрести жилье. Потому что мы чуть-чуть поживем в нем, потом кто-то другой будет там жить. Это мы не можем навсегда себе домик купить. Это временно все, понимаете. Человек зашел в трамвай, он сел на какое-то место и пошел билет покупать. Потом туда сел кто-нибудь другой, он подходит и говорит, слушай, это мое место. Что значит твое место? Ты что его купил что ли? Это вообще просто тысяча человек до тебя сидело, тысяча после тебя будет сидеть. А иногда люди стоят и ждут, когда освободит место мое. Там еще не сидел, запланировал. Представляете, сколько страданий? Он сел на мое место или ждать, когда освободит. Это же страшно. Легче просто стоять. Научиться стоять, вдохнуть выгодно и сказать себе, а мне, а нам все равно не боимся мы волка и сову. Понимаете, о чем я говорю? Надо вдохнуть и выдохнуть. Вот я вчера пол лекции хотел писать очень сильно. Вы заметили, нет? Лучше пою, да? Тогда с напряжением пел, да? Но пел же все равно хоть с напряжением, а писать сильно хотел. Пол лекции прям. И потом, когда в консультации вышел, я всем сказал, подождите минутку сейчас. И побежал. У меня было два варианта, или при всех побежать писать время лекции, или просто принять судьбу. я принял, знаете, я забыл об этом. Забыл просто, реально забыл. Я вам желаю забыть об этом, забыть. И Бог легче вам даст жилье, спокойнее, легче. Когда человек успокаивается, ему легче уже. это чувство желания, жажда вот этого счастья, оно возникает, когда мужчина и женщина вместе сходятся. Когда женщина одна живет, мужчина одна живет. Есть жилье, нет жилья. Нормально. Живем, живем. Когда они вместе сходятся и начинают наслаждаться друг другом, тогда появляется это жгучее желание иметь свое жилье. Оно возникает просто желание наслаждаться. я уже замужем, я уже у меня все хорошо, почему нет жилья. Знаете, вот это чувство хочу наслаждаться больше. Это страшная вещь. Мы же жили поодиночке без жилья, не парились, можно вдвоем жить без жилья и не париться. Вы скажете, тогда не будет жилья никогда, Олег Геннадьевич. Нет, вы ошибаетесь. Когда человек не парится, вот тогда у него жилье точно будет, потому что он спокойно к этому относится, он спокойно откладывает потихоньку. Нет проблем. Откладывал, откладывал, раз комнатку себе купил, потом раз ее как-то обменял, пришло время, потом еще раз обменял, потом еще раз обменял. У меня так получилось. У меня в Самаре была комнатка, потом она обменялась на другую комнатку получше, потом помолился Богу, вложил деньги в Тольятти фирму в одну, и эта фирма она не разорилась одна из трех, и она дала однокомнатную квартиру из этих денег получилось, а я три фирмы обошел, и Бог не подсказал здесь вложить. И эту квартиру однокомнатную мне пришлось одному родственнику своему отдать, ему нужна она была больше, жизнь. Но так или иначе, просто я о чем вам говорю, что можно из комнатки сделать квартиру, если не паришься. Просто живешь спокойно, молишься, и все, и Бог раз-раз-раз-раз и жилье дает свое, это с ней непостижимо происходит. Но если паришься, все произойдет наоборот, потому что те остальные фирмы больше мне благ обещали, но я почему-то вот эту выбрал, потому что я спокоен был. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вы успокоились немножко, нет? Все нормально? Но я это для всех рассказываю, потому что это общая проблема. У нас же тема вот эта вот.